МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Пележурнал Северный дом снова в пути". На этот раз по зимникам и ледовым переправам журналисты добрались до весьма отдалённого посёлка Берёзовского района в Анзитур. 2021 год для посёлка юбилейный. Ему исполняется 90 лет. Дата солидная. А с чего всё начиналось? Крепких хозяев, нормальных людей завозят среди леса сюда, на берег. Дают пелы, топоры. Выживайте, ребята, как хотите. За 9 десятилетий много воды утекло. В Анзитуре сменилось уже не одно поколение людей. И много что изменилось. Когда я пошла в школу, у нас был учитель родного языка, который преподавал у нас с самого первого класса. А сейчас этого нет. В отличие от малых деревень Берёзовского района, которых уже давным-давно нет, Ванзитур продолжает жить и развиваться. Сегодня его немногочисленные жители мечтают отметить юбилей с размахом и готовятся к нему. Из-за пандемии в национальном селе Казым Белоярского района не смогли провести второй полноценный фестиваль «Рыболовные традиции Югры». Но благодаря гранту губернатора Югры и сельским умельцам его решили переформатировать. Масштабы уменьшились, а интерес расширился. Дело пошла даже рыбья кожа налима. Наша задача вот именно с мастерами поработать, чтобы и кожа прижилась, и, может быть, в будущем вот такие чисто традиционные вещи появились. Пока что в Казыме учатся делать из рыбьей кожи только предметы для повседневного быта. Впрочем, со временем можно ждать и эксклюзив. Ведь, как известно, у творчества нет границ. Уж не знаем, предполагал ли ирландский драматург Мартин Макдонах, что его скандальную пьесу «Королева красоты», с успехом, идущую на многих сценах мира, в период пандемии переведут еще и на мансийский язык. Но это свершилось. Отличился театр обско-угорских народов «Солнце». Спектакль идет на мансийском языке. Язык народа манти для меня, так скажем, иностранный язык, потому что я сама принадлежу к народу хан. Мне после спектакля, если честно, хотелось встать и сказать мужчиной, берегите женщин. А теперь обо всем подробно расскажем и покажем. Для поселка Вензитур 2021 год юбилейный. На карте игры он появился 90 лет назад. Этот населенный пункт, название которого с мансийского переводится как заливной сорт с муравой, своим рождением обязан не коренным жителям Севера, а спецпереселенцам. Именно сюда в начале 30-х годов прошлого века отправляли в ссылку с клеймом «Враги народа» зажиточных крестьян из Тюменской, Свердловской и Челябинской областей, а чуть позже – поболжских немцев, крымских татар, евреев и калмыков. Многие умерли от холода и голода, а те, кто выжили, построили поселок. Крепких хозяев, нормальных людей завозят среди леса сюда, на берег, дают пилы, топоры. Выживайте, ребята, как хотите. Первым делом, само собой, землянки вырыли, пока строились бараки, построились бараки, и вот так вот люди буквально за 15 лет отстроили хорошую деревню. Сегодня в Вензитуре проживает почти 300 человек. Из них больше половины – коренные жители Манси. Однако в семьях традиции народов Севера уже не соблюдаются. Здравствуйте, дорогие ребята, гости и уважаемые взрослые. К сожалению, носителей традиционной культуры в поселке почти не осталось. Благо, есть сельский клуб – место, куда приходят люди, чтобы отдохнуть, а заодно и поработать с мастерами. По таким почти домашним посиделкам местные жители соскучились. Около года они не собирались из-за коронавирусных ограничений. Месяцы так называемого «творческого простоя» даром не прошли. Кое-что позабылось. И, к примеру, при исполнении традиционных танцев приходится заново вспоминать основные движения. Раньше не занимались этим, чтобы передать. То есть даже молодежь этим не интересовалась. То есть, например, клубные работники, если кто-то, они как-то старались еще что-то подсобрать, например, то есть именно по национальным вот этим вопросам. И обычаи, и орнаментом, например. А сейчас уже нет кого все это взять. Конечно, тяжеловато с этим. Традиции народов севера в Инзитуре стараются сохранять не только в сельском клубе, но и в детском саду через игры и театрализованные представления. Когда я была маленькая, у меня была бабушка. У меня были родители, которые разговаривали именно на мансийском языке. Я слышала эту речь, я разговаривала. Когда я пошла в школу, у нас был учитель родного языка, который преподавал нас с самого первого класса. А сейчас этого нет, и мне даже не с кем поговорить уже. Сейчас и бабушки нет, и родителей нет, и поэтому поговорить не с кем, и поэтому язык теряется. В школе мансийский язык преподается, как и в большинстве общеобразовательных учреждений игры в рамках внеурочной деятельности. То есть занятия по родному языку или декоративно-прикладному творчеству ведутся, но оценки за них не ставятся. Конечно, мечтаем о том, чтобы все-таки вставить это в расписание уроков, прям урочная система, чтобы действительно корни свои нужно знать. Со следующего учебного года мы постараемся включить этот предмет уже в обязательное изучение, в обязательный учебный план. За 90 лет в Инзитуре сменилось не одно поколение людей. Но в отличие от многих малых деревень Березовского района, которых уже давным-давно нет, в Инзитур продолжает жить и развиваться. Вот и юбилей родного поселка люди мечтают отметить с размахом. Помимо культурно-развлекательных программ, они обязательно проведут соревнования на традиционных лодках народов Севера – колданках. Кстати, нигде больше в Югре таких гонок вы не увидите. Так что, хотите невероятных впечатлений, приезжайте летом в Инзитур. Благо, жизнь пробуждается. В национальном селе Казым в 2019 году зародился фестиваль рыболовной традиции Югры. Рыбный промысел наряду с оленеводством – основные виды хозяйственной деятельности казымчан, а рыба и оленина – существенная часть их рациона. Не только селянам, но и многочисленным гостям фестиваль тогда понравился. И было решено сделать его традиционным, ежегодным. Но в 2020 году вмешался коронавирус, и провести полноценный второй фестиваль не получилось. Благодаря грантовой поддержке губернатора Югры и энтузиазму местных мастеров, его удалось переформатировать. Родилась идея провести семинар по одному из редких видов традиционного народного ремесла – выделки рыбной кожи. В Казыме чаще всего выделывали кожу налима. Рыба крупная и кожа красивая – в белую крапинку. Шили одежду из них в 17 веке. Что вообще как дождевики использовали. Зимой сверхмалицы одевали. Сейчас этого вообще уже не осталось. Сегодня для гостей глубинки рыбья кожа как материал для творчества в диковинку. Какая себя кожа, это людям тоже интересно. И многие говорят, а вот мы же выбрасываем каждый раз ее. Как выясняется, зря. Налим хорош не только в ухе. Цена его и кожа. Важно все сделать правильно. Шаг первый – аккуратно снять кожу, не порвать и не повредить. Шаг второй – очистить шкурку от жира, промыть и высушить в расправленном виде. И только после того, как она станет твердой и почти прозрачной, приступать к выделке. Для того, чтобы кожа стала пластичной и мягкой, как замша, необходимо ее внутреннюю поверхность пропитать либо натуральным составом, сваренным из рыбьего жира, либо обычным косметическим кремом. А дальше начинаем мять. Но и это еще не все. Самая тонкая работа впереди – раскрой и сшивание. В нашем случае – небольшого мешочка. За большими изделиями пока не гонится. Главное – понять сам принцип. Никакого обычного украшения не было, только черные светлые полосы. И в таких мешках обычно хранили, вот уже сейчас, что до нас дошло, это муку, либо рыбью муку еще, которую делали, порха называется. А вообще такие мешки, вот бабушки доставали, показывали, когда ими по 60, и по 70 лет, и ничего с ними не случилось. Для выделки годится не только кожа налима, но и большой щуки. У щук кожа тоже прочная и рисунок красивый. Вот эти шкурки я снимала с Белоярского озера, и они, получается, темные. Это я сама снимала. А вот это я в Тугияна щуку снимала. И она по цвету различается. Вот эти вот озерные, а вот эти... Абская светлее. Работать с рыбьей кожей, а это типично женское дело, и не поделиться рецептами приготовления рыбных блюд, разве такое возможно? Но национальная кухня – это тема уже для другого выпуска. Из Белоярского района переносимся в Ханты-Мансийск. В Театре обско-угорских народов «Солнце» новая премьера. Дамы и господа, на сцене королева красоты. Одноимённая пьеса ирландского драматурга Мартина Макдонаха впервые звучит на мансийском языке. В главной роли дебютирует Вера Кондратьева. В округе и за её пределами она известна как этнопевица. И вот теперь Вера предстаёт в новом амплуа. Спектакль идёт на мансийском языке. Язык народа Манти для меня, так скажем, иностранный язык, потому что я сама принадлежу к народу Ханты. И вот, конечно же, изучение языка, изучение текста, спектакля – это далось труднее. Одно, амин, ам, 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 ам. В своей новой постановке артисты рассказывают историю бедной деревенской семьи. 40-летняя Морин ухаживает за пожилой матерью. Эту роль воплощает на сцене неожиданно для многих артист театра Вадим Важенин. Из-за того, что все обязанности по дому приходится выполнять дочери, на хоть какую-нибудь личную жизнь у неё времени уже не остаётся. Да и мать не подарок. Старуха безжалостно уничтожает письма, приходящие от друга. Та тема, которая поднимается в этом спектакле, актуальна всегда. На самом деле такое философское размышление по поводу того, как женщина сама определяет для себя роль в этой жизни, как её определяют окружающие. Вы знаете, мне после спектакля, если честно, хотелось стать и сказать мужчиной, берегите женщин. В Театре Солнца уже ставили пьесу Макдонаха «Колека с острова Инишман». В своей новой премьере артисты показывают вечную проблему отцов и детей. На языке коренного народа Югры она звучит так же остро. Как и в жизни, на этой сцене у каждого персонажа своя правда. Спектакль, он очень эмоциональный, постоянные перепады от смеха, от юмора, в грусть, в печаль и так далее. Постоянный этот перепад, и ты всё время, каждый раз должен всецело через себя пропускать. Поставил королеву красоты московский режиссёр Михаил Али Хусейн. Михаил Яковлевич предпочитает быть в стороне от аплодисментов. Он не вышел на финальный поклон и отказался дать нам комментарий, тактично объяснив это тем, что всё уже сказал своим спектаклем. Тем не менее, сами артисты на добрые слова о мастере не скупятся. Он большой профессионал. И каждая репетиция для нас была таким неким уроком актёрского мастерства, режиссёрского мастерства. Мы все как губка буквально впитывали от него всю информацию, даже все истории, которые он рассказывает, то, что происходит там в Москве в больших театрах с актёрами известными. Ну, очень здорово. И вот то взаимодействие с ним, когда ты душа в душу, я уверена, что он нас всех полюбил, потому что мы его просто обожаем. Также в работе над спектаклем приняли участие главный художник городского драматического театра из Нижневартовска Вячеслав Зайчиков и поэтесса Светлана Денисламова, которая и перевела пьесу на мансейский язык. Удался ли откровенный разговор со зрителем о личном и сокровенном? Жители и гости Хантамансийска могут убедиться сами. В театре рассчитывают на то, что спектакль будет пользоваться зрительским успехом и останется в репертуаре надолго. Редактор субтитров А.Семкин